Добрый вечер! Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы «Бо» и начнем сегодня с отрывка, который уже изучался нами на предыдущем уроке, но сегодня мы постараемся привнести в него новую информацию, изучить его чуть глубже. Итак, «И сказал Бог Моше еще одну казнь я наведу на фараона и на Египет, а после этого он отпустит вас отсюда». Как говорит здесь Раши, это пророчество было сказано Моше Всевышним еще тогда, когда он стоял перед фараоном, то есть на самой аудиенции у фараона. Очень непростой ее момент, только напомню, что происходило до сих пор. Моше пришел к фараону предупредить о том, что его ждет, если он откажет евреям в очередной раз и не пустит их и не готов. Более того, не готов даже слушать. При всем при том, Моше понимает, что если фараон не готов слушать, то его и окружающие его готовы действительно, они склоняются к тому, что действительно что-то ужасное происходит и, может быть, стоит уступить, они предлагают, и поэтому Моше для того, чтобы они между собой поговорили, выходит, начинают давить на фараона его приближенные, фараон говорит, ну хорошо, верните его обратно, пытается показать, что он готов пойти Моше на какие-то уступки, но в тот момент, когда Моше не готов компромисс какой бы то ни было, фараон его выгоняет и говорит ему, смотри, чтобы больше ты моего лица не видел, берегись, иначе, если ты придешь еще раз ко мне, то пеняй на себя. Что Моше ему отвечает? В конечном итоге, да, больше я тебя действительно не увижу, потому что это наша последняя встреча, мы уйдем. И вот в этот самый момент, когда фараон ему угрожает, в этот самый момент Всевышний говорит ему о том, какие последние приготовления необходимо сделать перед уходом. В принципе, уже собираем чемоданы. И в чем же это собирание чемоданов? Еще одну казнь, я на виду на фараона, на Египет. Все осталось одна. И после этого, вот, смерть первенца. И после этого он вас отпустит отсюда. Когда же он будет отпускать вас, то совершенно не просто не отпустит, а еще вас еще выгонят даже отсюда. Настолько они уже захотят, чтобы вы ушли, что даже выгонят. Скажи, пожалуйста, народу, пусть каждый мужчина одолжит у своего ближнего и каждая женщина, у своей знакомой египтянки серебряные и золотые вещи. И Бог внушил египтянам приязнь к народу Израиля. И этот человек-мужий тоже был весьма велик в Египте, в глазах рабов фараона и в глазах народа. То есть, сбор чемоданов означает, прежде всего, попросить у египтян золотые и серебряные вещи, чтобы было с чем уйти. А нациф обращает здесь внимание на любопытную деталь. Вот это вот самая просьба о том, чтобы одолжить у египтян серебряные золотые вещи, она приводится в Торе дважды. Здесь это как просьба. А первый раз это была не просьба, первый раз это только в самом-самом начале процесса избавления, когда Всевышний только первый раз явился уже в Осинайской пустыне. Уже тогда он сказал ему, чем закончится процесс исхода. Как сказано там, это в третьей главе книги «Шмот». «И дам я этому народу приязнь в глазах египтян, и будет, когда вы пойдете, то не уйдете с пустыми руками. Но попросит каждая женщина у своей соседки, живущей в доме ее, серебряных и золотых вещей и одежд, и возложите вы на ваших сыновей и на ваших дочерей и опустошите Египет». Здесь сказано, у кого будут просить, у соседок. А вот здесь появляется совершенно другая формулировка. «Пожалуйста, скажи, пожалуйста, народу, пусть каждый мужчина одолжит, к сожалению, в некоторых переводах на русский язык». Здесь тоже употребили слово «сосед», поскольку там было сказано «сосед», а здесь тоже имеют в виду соседа, вроде как. И логично так, но если мне нужна посуда, к кому я пойду соседу? Скорее всего, к соседу, нет? Но Тора не так говорит. В оригинале сказано «реу», и по поводу «каждая женщина» – это «реута». То есть, кто такое «реа»? «Реа» – это ближний товарищ. Нет хорошего перевода на русский язык, но где-то вот между «ближний», «товарищ», «приятие». Получается, что каждый, пусть попросит у своего товарища, у своего ближнего, и каждая женщина, у своей знакомой, близко египтянки, серебряные и золотые вещи. Изменилось. Раньше были соседи, а сейчас ближние товарищи, необязательно соседи. Почему? Да потому что раньше никаких отношений приятельских между, а уж тем более дружеских между евреями и между египтянами не было. Египтяне презирали евреев, египтяне ненавидели евреев. Все это было, поэтому никаких. Единственное, что презирает, презирает, ненавидит, ненавидит, но у соседей-то есть какие-то соседские отношения нормальные? Поскольку соседи просят иногда соли, иногда того попросят, ну так можно к ним зайти и попросить к соседям действительно золотой и серебряной посуды. Но за время исхода, за прошедший год, с того момента, когда Всевышний первый раз сказал об этом уже, и до сегодняшнего дня произошли сильные изменения. Какие? Я бы со своими куриными мозгами, я бы думал, что египтяне еще больше возненавидели евреев. Естественно, ведь из-за евреев на их головы посыпались такие страшные совершенно мучения. Все эти 10 казней египетских, это же было нечто страшное. Так, наверное, они должны были проклинать всех евреев, что подобное. Сейчас уже появились такие взаимоотношения, что можно попросить уже не только у соседей, появляются уже рэ, появляются уже приятели, ближние, друзья. Откуда возникли эти отношения у египтян к евреям? Да потому что все это время евреи египтянам помогали. Они помогали им, когда у них не было воды, можно было достать только у евреев. Они помогали, когда в Египте свирепствовали орды зверей, хищных, они прятали египтяну себя дома. Они поили и кормили их в три дня тьмы. Тогда понятно, что в результате египтяне прониклись к евреям уважением и симпатией. Было это еще и, конечно, сверху, как Всевышний обещал. Я дам приязнь этому народу. Это будет с моей стороны. Это уже дополнительно. Об этом Леницев не говорит. Это я уже позволяю себе прибавить к тому, что Леницев написал. Всевышний обещает здесь, что это будет. Как бы это ни выглядело действительно иррационально и непонятно, это будет и это получится. Если Всевышний того захочет, то люди будут к нам относиться хорошо. Не захочет люди, а будут относиться к нам плохо, вне зависимости от того, что мы будем делать. Ну и заканчивается это еще, что и Муше так же, как там сказано, да и Муше, и этот человек Муше был так же весьма велик в Египте, в глазах рабов фараона и в глазах народа. Не только в глазах народа простого, но и в глазах рабов фараона, то есть те, которые его окружали придворные. Они тоже очень ценили Муше. Снова почему? Да потому что во всей этой дуэли между фараоном и между Муше, мы видим, что Муше относится к ним по-человечески, и все больше и больше они понимали, что тот, кто человеком, который поверг их страну в состояние полнейшей катастрофы, был не Муше, а был фараон из-за своего жуткого, гордого упрямства. И сказал Муше, так сказал Бог. А вот теперь уже его обращение, перед тем, как он окончательно уходит из дворца фараона, его последнее обращение к фараону его приближено. Около полуночи я пройду по Египту, и умрет каждый первенец в Египте от первенца фараона, сидящего на его престоле, до первенца рабыни, которые за жерновами, и всякий первенец скота. И будет великий вопль по всему Египту, подобно которому не было, и подобного которому не будет. А у всех сынов Израиля даже пес не пошевелит языком, ни на человека, ни на скот, чтобы вы знали, что Господь проводит различия между египтянами и Израилем. Он предупреждает здесь о смерти первенца. Посмотрим более внимательно этот текст. Так сказал Бог, говорит Муше, около полуночи я пройду по Египту. Странное обращение, почему около полуночи? Если человек, конечно, должен приехать издалека, он не знает точно, сколько времени у него займёт дорога, будут пробки, не будут пробки, можно сказать, что около полуночи, я думаю, что я уже вернусь домой, доберусь. Но Муше говорит, это от имени Всевышнего, около полуночи. Почему такое около полуночи? Раши. Раши говорит, если мы внимательно посмотрим вагинал, я так перечитал уже перевод, около полуночи, на самом деле там сказано «кехацот». Слово «кехацот» может быть понято и переведено по-разному. Первое его значение, говорит Раши – «когда ночь делится надвое». Такое простое значение стиха, ставящее всё на свои места. Ведь слово «кехацот» не является именем существительным. Это перевели мы его на русский язык, чтобы было удобоваримо, как существительная полночь. Хацот. Действительно, в этом значении полночь слово «хацот» упоминается. Но «кехацот» это на самом деле может быть, и это говорит «раши пшат», то есть простое понимание текста, не буквальное, а простое, что имеется здесь в виду от глагольной формы, а именно «кехацот», то есть «когда ночь делится пополам». Иными словами, Всевышний не сказал «около полуночи», он сказал «точно». Точно, когда в ту самую секунду, когда ночь разделится пополам. Это пшат, а наши учителя – драж, драж, который понимает это буквально, а буквально слово «хацот» – это именно «полночь». И тогда получается странная штука, что Маши от имени Всевышнего сказал «около полуночи». А наши учителя говорили, что Маши сказал так, действительно, примерно в полночь, около полуночи. То есть незадолго, до или чуть после полуночи, и не сказал в полночь. Почему? Чтобы не случилось так, что астрологи фараона ошибутся в своих расчётах момента полночи и скажут «ага, Маши лжец». То есть даже если совершится, даже если получится, всё так, как он предсказал, умрут первенцы, но это произойдёт не в полночь, а по их часам, часов, которыми мы пользуемся сегодня, понятно, тогда не было, и расчёты времени были достаточно приблизительными и не самыми точными, тогда скажут «ага, это случилось не точно в полночь, а случилось чуть раньше или, может быть, чуть позже, значит, Маши всё-таки обманщик». Просто он сумел подгадать, просто он сумел понять, вычислить при помощи астрологии или других каких-нибудь знаний, но это не удар свыше. Поэтому Маши в самом начале говорит «пожалуйста, не ловите меня на слове». Около полночи это произойдёт, чуть раньше, чуть позже. Но Всевышний знает счёт времён, его с точностью до мгновения, поэтому ниже уже сказано «Всевышний говорит про полночь, в полночь». Итак, Раджи дал здесь два объяснения, либо имеется в виду «пшат», имеется в виду здесь отглагольная форма «кээхатсон», «когда разделится ночь», и тогда он сказал им точно, когда разделится ночь, либо он сказал им специально, сказал им «не ловите меня на слове около полночи это случится». Смотрим дальше. «Около полуночи я пройду по Египту, и умрёт каждый первенец в Египте от первенца фараона, сидящего на его престоле». Целый ряд переводов на русском языке, на русский язык, простите, недоумевая, как это так, первенец фараона, сидящий на его престоле, на троне. На троне сам фараон сидит. Он что, двухместный? И поэтому они перевели до первенца, который в будущем будет сидеть на его троне. Но на самом деле при знании египетской истории выясняется, что это не так, что текстура оказалась очень точной. На целом ряде египетских фресок фараон, принимая официальные делегации, сидит вместе со своим старшим сыном. То есть его старший сын первенец сидит вместе с ним на троне. Не только сядет он в дальнейшем, но уже сидит прямо сейчас. До первенца рабыни, которая за жерновами. То есть от самого того, кто стоит выше всего на социальной лестнице, первенец фараона, который просто сидит с отцом на троне, и до первенца рабыни, которая за жерновами. И всякие первенец скота. Непонятно здесь, почему должны при этом ударе погибать первенцы рабыни. Они в чем виноваты? Я уже не говорю о том, что первенцы скота, они чем здесь провинились. Но первенца фараона еще. Могу понять наказание самому фараону. А, рабыни здесь, ну чего. Раши говорит здесь так. От первенца фараона до первенца рабыни, всех, кто ниже фараона и выше рабыни. Тем самым обозначились от самой высокой ступени до самой низкой. Все сюда входят. Почему же были поражены сыновья рабыни? Да потому что они тоже пользовались рабским трудом евреев и радовались их бедственному положению. То есть, на самом деле здесь это не только демонстрация силы Всевышнего по отношению к египтянам, здесь еще и сводятся счеты и с рабами. То есть, получается, что Египет был такой уникальной страной, как мы его называем Бейта-Вадим, дом рабства, в котором даже, в котором на любой, в общем-то, социальной ступени всегда те, кто находились на ней, могли кого-то еще под ними прорабощать и угнетать. Даже рабы, которые там были, которые, казалось бы, должны были представлять собой уже самую низкую социальную ступень в обществе, им было кого пробощать, им было над кем издеваться, им было кого евреев. Раб на рабе сидит, и рабом погоняет. Почему же скот и всякий первенец скота? Битраши, поскольку египтяне обожествляли скот, а у Всевышнего есть правило, что когда он наказывает народ, то, прежде всего, он разделывается с идолами, с божествами этого народа, которому они поклоняются, взыскивает из его идолов, и поскольку египтяне поклонялись животным, то им это уже досталось. «И будет великий вопль по всему Египту, подобного которому не было и подобно которому не будет, а у всех сынов Израиля даже пес не пошевелит языком ни на человека, ни на скот, чтобы вы знали, что Господь проводит развлечения между египтянами и Израилем. «И сойдут ко мне», продолжает Муше, «все эти твои рабы». То есть обращает он эти слова к фараону, но не говорит ему «и ты еще ко мне придешь и попросишь, чтобы мы ушли». Хотя на самом деле так оно и произошло. А говорит это Муше в форме уважительной. «И сойдут ко мне все эти твои рабы и повергнутся к моим ногам, говоря «уходи ты и весь народ, следующий за тобой, и после этого я уйду». То есть вежливая форма обращения к фараону даже в этот самый критический момент остается, он говорит ему так, как это подобает, говорит, с коронованной особой. «И выжил он от фараона, пылая гневом». То есть несмотря на то, что он пылает гневом, несмотря на это его состояние, причем при том, говорит с фараоном уважительно, за что Муше воспылал гневом. Посмотрим в Раши. «За то, что фараон сказал, берегись, чтобы не видеть больше моего лица». То есть поскольку фараон ему пригрозил, чтобы тебя больше здесь не видели, и берегись, чтобы не видеть моего лица, потому что в день, когда ты придешь сюда, княй на себя, за это уже разозлился. На первый взгляд это выглядит немножко. Муше приходит к фараону. Иногда застает его врасплох, когда тот в кустики ходит. Иногда заявляется ему в его дворец, угрожает ему, предупреждает его, смотри, не сделаешь так, не отпустишь нас, будет тебе так, будет тебе так, будет тебе так. И, между прочим, фараон все это терпит, он только отказывается. Иногда он просит, я больше не буду, хорошо, помолитесь за меня. Потом снова отказывает, не дает. Но до сих пор он, до самого последнего свидания, он еще ему не угрожал. Казалось бы, он должен был сказать, ты старикан, ты что вообще? Что ты здесь делаешь вообще? Один раз всего он пригрозил, ему же он на него очень разозлился. Казалось бы, должно быть по-другому. Скажи спасибо, что до сих пор на тебя фараон, тебе фараон не угрожал. До сих пор он… Почему так? И настолько это прозрительно, что муж здесь разозлился. Как это вообще фараон позволяет себе угрожать ему? Я бы спросил наоборот. Как это фараон до сих пор не угрожал? Как это… И почему действительно фараон не делал попыток избавиться от этих двух стариков, которые портят ему жизнь? Ответ, он не такой сложный. Ведь вся эта история десяти казней, в какой-то степени это действительно дуэль между Мошеяроном и фараоном. Фараон принял их вызов. С самого начала провозгласил, кто такой Бог, чтобы я слушался его голоса. И в дальнейшем каждый из десять шагов был определенным доказательством, которое приводили Мошеярон, реальным доказательством и реакцией фараона. И если бы в какой-то момент у фараона лопнуло терпение посередине, и он сказал бы своей страже взять этих стряков и вышвырнуть их отсюда или вообще, или убейте их, или еще что-нибудь, это бы означало просто, что он сдался. Значит, он дуэль проиграл. Значит, он пошел на силовые приемы, которые, в общем-то, означают его бессилие в самом-то главном вопросе. Действительно, кто здесь хозяин? Он здесь хозяин или Бог здесь хозяин? Поэтому до сих пор фараон терпит это, и до сих пор фараон не угрожает. И как только он один раз нарушил правила игры, и как только он начал здесь проявлять себя, начал топать ногой и угрожать Моше, то здесь действительно Моше воспылал гневом. Но, как видим, при том, что он пылает гневом, все-таки угрожение к царю коронованное Содоро продолжает проявлять. И Господь сказал Моше, «Не послушайте вас, фараон, чтобы умножились мои чудеса в земле египетской». А Моше и Арон сделали все эти чудеса перед фараоном. Здесь, когда заканчивается история десяти кастей египетских, здесь Тора резюмирует, кто старался, кто вёл этот бой, кто вёл эту дуэль с фараоном, Моше и Арон вместе, Моше и Арон сделали эти чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и тот не отпустил сынов Израиля из своей страны. На этом история десяти кастей заканчивается. И сказал, здесь мы начинаем 12 главу, «И сказал Бог Моше и Ароны, в земле Египта так, этот месяц для вас начало месяцев, первый он у вас из месяцев года. Скажите всей общине Израиля так, в десятый день этого месяца, пусть возьмут себе каждый поигнёнку на отчий дом, поигнёнку на дом. И если мал дом на ягнёнка, то пусть возьмёт он и ближайший к нему сосед по числу душ, по мере еды каждого человека рассчитайте, беря ягнёнка». Игнурок должен быть без порока, самцом, первогородком. Вы можете взять его из овец или из коз. И вот так нужно будет хранить этого ягнёнка или козлёнка для того, чтобы в нужный день 14-го Нисана принести его в жертву. Это заповедь о пасхальной жертве. Вот этими вот словами, как мы увидим, начинается не только 12-я глава. То, что перед этим было резюме Торы, окончание истории десяти казней, не только окончание. Здесь на самом деле куда более серьёзное начало. И сейчас мы это увидим. Что означают вообще эти слова? Этот месяц для вас – начало месяцев. Что означает этот месяц для вас – начало месяцев? Раши говорит так. Всевышний показал Ему Луну во время её обновления и сказал им, «Всякий раз, когда Луна обновится…» То есть, вот увидишь таким образом обновление Луни, будет тебе это начало месяца. То есть, самое первое значение этой фразы означает заповедь, которая называется «Кедуш охотыш», а именно установление месяца. Каким образом устанавливается Новый месяц по Новолунии. Увидишь Новолуния – это означает, что начался Новый месяц. Заповедь. И не просто заповедь, а это же на самом деле первая заповедь Торы. Первая заповедь Торы – «Кедуш охотыш», освящение нового месяца. При всём притом Раши говорит, но Писание никогда не теряет простейший смысл, то есть, «Пшат» остаётся, «Пшат» остаётся всегда. Какой же здесь «Пшат»? Выходит, что то первое значение – это Драш, этот месяц. То есть, слова «этот месяц», что он будет означать? Здесь есть игра слов. В русском языке это точно так же. Месяц – это календарная единица. Месяц. Но месяц – это ещё и серп Луны. Так, употребляется это слово в двух значениях. Вот здесь первый комментарий, который Раши привёл. Этот месяц имеется в виду вот такой вот серп Луны, он будет для вас чем? Началом месяцев. Когда захочешь знать, когда, какой день назначить первым днём месяца, посмотришь на небо, увидишь серп, зарождающийся молодой Луны, можешь назначать новый месяц. Это Драш. А Пшат означает, что слово «ходыш», месяц следует понимать его как календарную единицу. То есть, этот месяц у вас, и с 12 месяцев года он должен быть первым. Так пишет Раши, «Писание никогда не теряет простейший смысл, то есть Пшат. Всевышний сказал ему про месяц Ниссан, тот самый месяц, в который происходят эти события, в который произошёл исход из Египта, что тот, вот этот самый месяц Ниссан будет первым месяцем года, так что Ияр будет называться вторым, Сиван третьим и так далее». Ещё здесь одна сложность – слово «этот». Почему это сложно? На русском языке вы никакой сложности здесь не видите. «Этот» и «этот». Да потому что в Торе упоминание слова «зэ», как Раши во многих местах доказывает, оно употребляется не так широко, как в русском языке. А в тексте Торе слово «зэ» всегда означает ситуацию, в которой можно ткнуть пальцем и сказать вот на это конкретно, вот этот вот, «зэ». Так если речь идёт здесь, в чём проверять? Если речь идёт здесь о том, что месяц Ниссан должен быть первым месяцем среди других, это чисто абстрактная фраза, здесь не на кого указывать пальцем. Это не то, посмотреть на стеной календарь, на котором нарисованы 12 месяцев, ткнуть и сказать, «О, вот этот месяц, он у вас будет среди». Понятно? Нонсенс. Тогда, может быть, это хорошо, может быть, как-то можно это объяснить, по крайней мере, по первому комментарию, то есть на уровне Драж. Драж говорит, что он показал ему на… что речь идёт о месяце, то есть о Луне, о новолуне, и сказал, что новолуние будет у вас в начале месяца, тем самым установив для евреев лунный календарь, основу которого фаза Луны, она и будет являться месяцем. Но тогда почему нужно было опять указывать пальцем? Ребёнку, конечно, можно сказать, «Во, видишь, Луна, вот она там, показать пальцем, вот она там, Луна». Но Муше, когда сказать ему, что новолуние для вас будет с началом месяца, это вроде бы не надо пальцем показывать, никуда тыкать, никуда не надо. Как же так? Почему же здесь это слово «этот», которое в тексте Тора всегда означает ткнуть пальцем, указать пальцем? Раши пишет так. «Этот Муше было трудно понять, какого размера должен быть серп новой Луны, чтобы можно было осветить новый месяц». То есть, поскольку новолуние – это процесс, он процесс, это не так, как включается свет, до сих пор была темнота и сейчас свет, то Луны не было, а то она появилась. Так, сначала это тонюсенький-тонюсенький, серп, потом чуть побольше. Поэтому уже не понял, что от него требуется, с какого момента можно объявлять начало месяца, сколько должен быть по виду серп Луны, чтобы можно было считать, что уже есть видимое новолуние, не просто высчитанное математически, но и видимое новолуние. А это очень важно. То есть, начало месяца по закону Торы, оно не должно быть установлено на основе расчёта, должно быть установлено на основе свидетельских показаний людей, которые видели Луну и покажут, что действительно они Луну новую видели, тогда мог же Бейдин суд объявить в начале месяца. И тогда муж и не понял, что, собственно говоря, должны спрашивать судьи, когда к ним придут свидетели, а именно, должны ли они спрашивать, какой ширины был этот новый серп Луны или нет, может быть, имеется в виду самое минимальное. И вот тогда Всевышний, вот тогда-то Всевышний ему показал. То есть, получается, поскольку эти слова были сказаны как раз в новолуне, то Всевышний ему здесь указал на небо и сказал, видишь, как сейчас, вот это вот, вот так вот должно быть, когда увидишь вот такой вот серп, можно уже спокойно объявлять начало нового месяца. Так пишет Раш. Перейдём сейчас к комментарию Рамбана на этот стих. Рамбан обращает наше внимание ещё на одну деталь. Как там сказано в тексте. И сказал Бог Мушея Арону в земле Египта так. Этот месяц для вас, начало месяцев, для кого это для вас? Для вас, для Мушея Арона? Первый он у вас из месяцев года. Скажите все общине Израиля так. А дальше уже идёт, а что нужно сказать общине Израиля? Общине Израиля нужно сказать, чтобы они в 10-й день этого месяца взяли себе ягнёнка для пасхальной жертвы. Казалось бы, лучше было бы сформулировать это иначе. А именно. Скажите все общине Израиля так. Что скажите? Пусть этот месяц для вас будет началом месяцев. Нами словами, кому обращена эта фраза? Она обращена ко всей общине Израиля, чтобы они знали, что этот месяц у вас начало месяцев по обоим значениям. Первое значение, помним, что имеется в виду, что Новолуние может быть объявлено начало месяца. Второе значение, что месяц Ниссан должен быть первым месяцем года. Либо это сказано все общине Израиля, либо это сказано только Мушея Арону. Если это сказано только все общине Израиля, тогда текст неправильно построен. Нужно было бы начинать именно с этого. Скажите все общине Израиля, этот месяц для вас начало месяцев. А если мы скажем, что текст нужно понимать буквально, то есть было сказано, что этот месяц для вас, то есть для вас, вы для Мушея Арон, то какой смысл тогда в этой фразе, что для них этот месяц начало месяцев, а для остальных это не начало месяцев. Как это вообще понимается? Почтаем рамбак. Этот месяц для вас начало месяцев. Это первая заповедь, которую Всевышний дал народу Израиля через Муше. И поэтому сказано, здесь подчеркивается еще, и сказал он в Египте. Арон обращает внимание еще на одну деталь, а именно, мы же знаем, что дело-то происходит в Египте. Ни у кого не было мысли, что этот диалог произошел в Париже. Почему тогда это подчеркивается? Это первая заповедь, которая дана еврейскому народу через Муше. Потом на Синае будут еще много-много заповедей, но она первая. Поэтому здесь и подчеркивается, что эта заповедь была дана еще в Египте, в отличие от остальных, которые будут даны в дальнейшем в Синае, на горе Синаи. А это еще в Египте. Первая заповедь. И на первый взгляд, продолжает рамбак, слова, скажите, все общения Израиля, следовало бы произнести в самом начале, а потом уже сказать, этот месяц для вас и так далее, чтобы не создалось впечатление, что этот месяц для вас, для вас, Муше и Арон. И сказал Бог Муше и Арон, ну этот месяц для вас, начало месяцев, а теперь говорите со всем народом, скажите им, чтобы ягненка взяли. Однако, на самом деле, Муше и Арон выступали перед Богом, как представители всего народа Израиля. Они не просто два брата, просто частные лица, они руководители еврейского народа. Поэтому в тот момент, когда Тора говорит и сказал Бог Муше и Арону, он сказал им не просто как двум старейшинам народа, как двум представителям народа, как двум руководителям народа, а это все равно, что сказать всему народу. Ну, хорошо, это все равно, что сказать, но зачем это так? Зачем сказать эту фразу именно, и чтобы Тора написала, что эта фраза сказана Муше и Арону, а мы только подразумевали и понимали бы, Муше и Ароны же не просто люди, они же представители народа, поэтому это как бы сказано всему народу, а почему бы, зачем нужно это, как бы, почему бы не сказать сразу всему народу. Всевышний обращался к ним, имея в виду всех инов Израиля во всех поколениях, а затем уже произнес, скажите все общения Израиля, чтобы передать евреям конкретное повеление про пасхальную жертву. А согласно толкованию наших наставников, то есть Драж здесь вот какой, Драж всегда требует понимать. Буквально, этот месяц для вас и только для вас Всевышний подчеркивает, что для установления нового месяца необходим совет компетентных, кворум компетентных судей, то, что называется Бэй Дин Мумхин. Таких компетентных зондаков Торы, как Мушеяру. Этот месяц для вас имеется в виду для таких, как вы, Мушеяру. Поясним. В принципе, понятие Бэй Дин, оно может объясняться по-разному. В некоторых случаях три кошерных еврея вместе они могут вполне составить Бэй Дин. По целому ряду вопросов. И это вполне будет достаточно. То есть Бэй Дин суд здесь, как представитель общества, как представитель общественности, три человека, он вполне удовлетворяет во многих случаях, когда просто три кошерных еврея могут быть, могут составлять Бэй Дин. Но есть ситуации другие, которых требуется Бэй Дин Мумхин. То есть Бэй Дин суд, состоящий из компетентных судей, которые получили своё назначение по цепочке от Мушея и далее. Так вот, есть целый ряд таких вопросов. Скажем, вопрос о назначении штрафа не может решаться в любом Бэй Дине. Должен быть Бэй Дин Мумхин. В том числе вопрос о провозглашении нового месяца, Кедуша Ходыш, он может быть только в Бэй Дин Мумхин. В нём должны быть компетентные судья. Поэтому Тор и говорил. Сказал Бог Мушея и Арону, этот месяц для вас. То есть кто может устанавливать по показанию свидетелей, что начался новый месяц и провозгласить начало нового месяца, вы и такие, как вы, подобные вам. В чём подобные вам компетентности? Знатоки Торы подобные вам. Поэтому это уже ответ второй, драж, почему Тора говорит так. Первый ответ был Пшат, что имеется в виду, хотя говорится Мушея и Арону, поскольку они руководители народа, то, обращаясь к ним, Всевышний обращается на самом деле ко всей общине и имеет в виду всю общину. Ну, теперь по поводу самой заповеди. Смысл заповеди «этот месяц для вас, начало месяцев» заключается в том, чтобы народ Израиля считал месяц исхода из Египта первым из месяцев. Помню, было два значения. Первое значение – это кедуш-ах-одыш, провозглашение нового месяца, а второе значение, которое Раши привёл, Пшат, это то, что из всех месяцев в году Ниссан должен быть первым. И здесь сразу же у нас возникает некоторая сложность. А именно, мы же все знаем, что Роши Шана – начало года, месяц Тишрей. А понятно, что у евреев всё не как у людей, но чтобы до такой степени, что Роши Шана в месяц Тишрей, который на самом деле седьмой месяц года, а первый месяц года – это вообще месяц Ниссан, который посередине. В чём же смысл? В чём смысл этой заповеди и как постараться всё-таки примирить подобного рода вещь совершенно из ряда вон выходящую? Пишет Рамбан так. «Смысл заповеди, этот месяц для вас, начало месяцев, заключается в том, чтобы народ Израиля считал месяц исхода из Египта первым из месяцев и от него вёл счёт всех остальных. Второй, третий, четвёртый и так далее, так до двенадцатого». То есть по этой заповеди месяцы должны иметь только порядковые номера. Первый месяц, второй месяц, третий и так далее. Почему это нужно и почему это важно? Это должно было стать напоминанием о великом чуде исхода, и в тот момент, когда упоминался бы один из месяцев, вспоминалось бы чудо. То есть человек приходил бы, хотелось бы сказать, какое сегодня число? Сегодня третье число второго месяца. А второе месяце от Ниссан, от месяца, когда мы вышли из Египта. И таким образом постоянное-постоянное напоминание исхода из Египта, а мы знаем, что исход из Египта, как Рамбан это напишет в самом конце недельного раздела «Бо», это основа всей-всей Торы. Поэтому в Торе у месяцев нет названий. Нет названий. Но сказано в третий месяц, в седьмой месяц, в первом месяце, в первый день месяца. То есть можно просмотреть весь-весь-весь текст Торы, и мы не найдем в нем ни одного названия месяцев. Процедача стоп-стоп. Но мы же знаем, если каждый, кто посмотрит в календарь, он увидит, что есть названия, еврейские названия месяцев, есть Ниссан, есть Ияр, есть Сиван, есть Томус, есть Иже, есть Кеслев. Есть же названия месяцев. Сейчас Рамбан ответит на этот вопрос. Пока что он говорит еще одну, проводит еще одну мысль. И подобным же образом постоянная память о субботнем дне поддерживается тем, что счет дней ведется от шабата. У нас же тоже все не… и в неделю у нас все не как у людей. А именно. У людей есть понедельник, вторник, среда, санды, манды, фрайцык. Есть названия каждому дню. У евреев нет названия. У них есть только первый день, второй день, третий, четвертый. Почему? Потому что первые дни все не одинаковые. Есть самый великий день, самый важный день, тот день, в котором смысл всего – это шаббат. А все остальное – первый день после шаббата, второй день после шаббата, третий день после шаббата. То есть, в любой точке недели евреи все время соотносятся к шаббату. Сегодня четвертый день после шаббата. Подобным же образом постоянная память о субботнем дне, чтобы мы всегда-всегда помнили про день субботний. Этого Тора хочет. Что счет дней ведется от шаббата. Первый день – йомрешон, мы говорим от шаббата. Второй день – йомшини, сегодня йомрви от шаббата и так далее. Как я еще объясню? И точно так же, аналогично, Тора не дает названия месяцев. Все, что она дает – это только порядковые номера. И точно так же счет месяцев служит напоминанием о выходе из Египта. Первый месяц – от нашего избавления. Второй месяц – от нашего избавления. Третий – опять же от нашего избавления. И так далее. Но как же быть, этот подсчет не совпадает с порядком месяцев года. Ведь год-то у нас начинается с месяца Тешрей. Начало года – седьмой месяц, как написано. А может быть, мы чего-то здесь неправильно делаем? Может быть, если действительно, пшат здесь, что Тора хочет, чтобы Ниссан был началом, первым месяцем точнее, так давайте установим начало года на первое Ниссана. Может быть, мы чего ошибаемся? Не ошибаемся, говорит Рамбан. У нас есть четкие указания в Торе, что началом года должен быть Тешрей. Почему? Потому что праздник Суккот назван в двух местах Торе. С одной стороны, Хаг-Хаасиф – праздник сбора урожая. Ведь у нас начинается с месяца Тешей. Как написано? Праздник сбора урожая при возвращении года. И написано праздник сбора урожая, тот же самый праздник, праздник Суккот, который праздник сбора урожая. Когда? Когда год завершился. В одном случае сказано Хаг-Хаасиф Ткуфа-Ташана. Ткуфа-Ташана – слово Ле-Акиф, то есть делать виток, когда год возвращается при завершении, при его витке, при возвращении года. Но там еще можно спорить, что это означает слово. А уже в трое случае там уже четко Хаг-Хаасиф Бе-Цет-Ашана, когда заканчивается год. Закончился год, в начале следующего года делаешь праздник, праздник сбора урожая, праздник Суккот. Стало быть, мы понимаем, что праздник сбора урожая, который приходится на седьмой месяц, это месяц, который приходит Бе-Цет-Ашана, то есть после завершения года. Стало быть, то, что мы начало седьмого месяца считаем Роша-Шана началом года, оно правильно. Так и получается у нас. Начало года – седьмом месяце, а первый месяц, то есть самый важный, первейший месяц, он месяц Ниссан. И отсчет месяцев так и следует вести, называя их по номерам. Значит, когда месяц Ниссан называют первым, а Тишрей – седьмым, имеется в виду первый месяц избавления. Не первый месяц в году, а первый месяц от нашего избавления, от самого важного месяца. А седьмой, почему он седьмой? Считай от него, от Ниссана. И поэтому сказано – это для вас начало месяцев. Для вас что? Начало месяцев. Этот месяц для вас начало месяцев. Не сказано – для вас начало года. Нет, начало года совсем другое. Тишрей. То есть этот месяц первый именно для вас. Ведь его называют так в память о вашем избавлении из Египта. То есть если представить себе, более того, скажем, если бы мы спросили, а для неевреев, евреев вовсе не обязательно читать Ниссан первым месяцем. Для них вполне пойдет, что первый месяц будет Тишрей. И действительно так Аллаха устанавливает, что когда в древности писали все документы по годам царства, царствование царей, в такой-то год, такой-то месяц, царствование царя, гороха, такого-то, такого-то, так что касается царей неевреев, то их годы правления считают от месяца Тишрей, а не от месяца Ниссан. А этот месяц для вас, для евреев, для вышедших из Египта, он для вас первый месяц начала месяцев. И наши наставники уже упоминали об этом и сказали новые названия месяцев, пришли с нами из Вавилона. О, вот здесь вот Рамбан подошел к еще одному вопросу, который мы уже понимали. Как же так вначале он говорит, что Тора не дает, что подобно тому, как нет названий у дней недели, так же нет названий и у месяцев наших. Что касается дней недели, так действительно и осталось. И по сей день у нас нет ни понедельника, ни вторника, ни среды есть, у нас Емрешон, что не слышит, и так оно осталось. Но что касается названий месяцев, мы же да пользуемся названием месяцев, и мы еще подчеркиваем еврейские названия месяцев не хотим, очень многие стараются не пользоваться грегорианскими месяцами. Так как же так, какие это еврейские названия, если Рамбан утверждает, что Тора не дает названия месяцев, и все, что Тора дает, это только номера. На этот ответ наши мудрецы говорят, что эти названия месяцев пришли к нам с нами из Вавилона. То есть, когда еврейский народ. До того, как он попал в Вавилонский плен, на протяжении всех этих сотен-сотен лет еврейский народ пользовался исключительно вот этим расчетом первые месяцы, второй, третий, четвертый. Возвратившись из Вавилонского плена, мы привезли с собой много чего. Среди всего прочего мы привезли и оттуда и названия месяцев. Они не еврейского происхождения. Есть вопрос, а зачем их привезли и почему мы тогда их заменили, почему мы тогда заменили числа месяцев на их названия, к тому еще не еврейским. То есть, сначала у месяцев не было особых названий, потому что в память об исходе из Египта их считали от месяца избавления. Но когда мы вернулись из Вавилонского плена, с былой сказанной у пророка, наступают дни из рёк Бог, когда уже не будут говорить «жив Бог, который вывел сынов Израиля из Египта», но «жив Бог, который вывел сынов Израиля из страны севера», то есть из Вавилона, который находится к северу от Ирец Исраиля. Так было обещано. То есть, все те невероятные чудеса, которые произошли в происходе из Египта. И, конечно же, национальная память о них, она очень живая и она очень яркая. Но обещает пророк, что будут такие чудеса при избавлении новом, что уже не будут говорить, когда человек будет упоминать имя Бога, он не будет говорить «Бог, который вывел нас из Египта», а будет говорить «Бог, который вывел нас из страны северной». Скорее всего, имеется в виду Вавилон. Так было обещано. То есть, Талмуд объясняет, что имеется в виду, что мы забудем исход из Египта, ни в коем случае, имеется в виду только, что для нас, для людей, которые недавно пережили новый исход, новое возвращение из Галута, для нас это свежее, оно будет основным, а избавление из Египта второстепенным по отношению к нему. Стало быть, происходит некоторый процесс вытеснения, вытеснение вот этой вот памяти, очень-очень яркой об исходе, о возвращении из Вавилона, она потихонечку будет не вытеснять, я не правильно сказал, оттеснять на второй план исход из Египта. И если то, что мы считали месяцы по их порядковым номерам, первый, второй, третий, от избавления из Египта, то теперь, поняли мудрецы, нужно перейти на новую систему счисления месяцев, которая будет напоминать нам возвращение из Вавилонского Галута. И мы стали называть месяца теми именами, которыми их называют в Вавилоне, в память о том, что мы были там в изгнании, и оттуда нас возвратил Бог, да будет Он благословен. Ведь эти названия месяцев, тромбан, не верите мне, посмотрите сами в Танах, до того, как Танах начинает рассказывать о событиях, происходящих в Персии и Вавилоне, в Вавилоне Персии нет названий этих месяцев, Нисаны, Яры и так далее, это все персидские названия. И в Танахе они упоминаются только в книгах пророков, связанных с Вавилоном, и также в Свитке Эстер. Точнее, персидские, пишут здесь Ромбан, на самом деле, конечно, они вавилонские, только персы их тоже, персы, которые завоевали Вавилонию, они тоже переняли эти самые вавилонские названия. Но конкретно в наших книгах в основном они употребляются именно в книгах пророков, связанных с Вавилоном, те пророки, которые жили в Вавилоне, и вслед за этим в Мегелат-Эстер, Мегелат-Эстер там совершенно четко, понятно, что большая часть специфических названий там персидских, и все эти месяцы, поэтому Ромбан их называют персидскими, ибо нам-то они в основном известны из книг, связанных уже с персидским периодом нашего изгнания, хотя с точки зрения тех людей, которые жили, жили сначала в Вавилоне, это не то, что из Вавилона, потом куда-то ушли, продолжали жить в тех же самом месте, только власть переменилась, сначала была власть вавилонская, потом персы завоевали, персы и медийцы завоевали Вавилонию и встали ее власти, но с точки зрения евреев, в общем-то, хотя власть переменилась, но продолжали они жить на том же самом месте, и поэтому в стихе сказано, если мы открываем книгу Эстер, то тут же очень известный стих, и в первый месяц там сказано, это месяц Ниссан, это был тот самый месяц, в который Аман решил бросить жребий для того, чтобы выяснить, когда ему, когда на его с точки зрения звезд будет наиболее удобное время для уничтожения евреев. Подобно тому, как в том же стихе написано, бросали перед Аманом пур, то есть жребий. Продолжение внимания, как автор Мигелы точно выражается, он сначала употребляет какое-то понятие, не очень понятное тем, кто будет читать, и тут же его объясняет. Он упоминает персидское слово пур, и для незнающих говорит, это жребий. Он бросал пур, но по-нашему это жребий. Точно так же он говорит по поводу месяца, в первый месяц, а уже забыли, что такое первый месяц, поскольку пользуется уже названиями вавилонскими, так это месяц Ниссан. И до сегодняшнего дня народы, живущие в землях Перси, Перси и Мидии, то есть в Ираке, в Иране, они так и называют эти месяцы Ниссан, Тишрей и так далее, так, как и мы. Упоминая эти названия месяцев, мы храним память об избавлении из второго изгнания, как хранили память об избавлении из Египта. Здесь я бы хотел остановиться, поставить точку и ответить на вопросы, которые были заданы. Я не мог отвечать на эти вопросы в середине урока, потому что они совершенно никак не относились к теме урока и прервали бы изложение урока. Они относились к вопросам, которые были заданы, они относятся к темам, уже пройденным давным-давно. Первый вопрос был, почему было необходимо использовать 10 казней, разве не мог творить, используя только одну или третью, чтобы смирить фараона? Конечно, сам вопрос, в нём уже и ответ. Конечно, для того, чтобы смирить фараона, нужно было только один раз на него цикнуть, и этого бы хватило. Стало быть, все 10 казней, они совершенно для другой цели, и эта цель была прежде всего продемонстрировать власть Всевышнего над миром, продемонстрировать это и египтянам, ведь начало всё именно с того, что фараон проразгласил, кто такой Бог, чтобы я слушался его голоса, на это пришлось ответить и продемонстрировать, и это уже пришлось продемонстрировать всесторонне, и, кроме того, продемонстрировать еврейскому народу, который тоже должен был намотать на ус, получить этот самый урок. Поэтому пришли все эти казни, которые показывали и власть Всевышнего над природой, и его управление этим миром, ажгаха, проведение, и... Его единственность и безграничность его власти, то, что никто не может ему помешать, то, что никто не может ему препятствовать, всё это демонстрировали 10 казней. А второй вопрос, который был задан по поводу того, что Бог ожесточил сердце фараона, значит, это уже было предопределено, что фараон уже приговорён, если всё предопределено, то зачем же нужно было мучить фараона, если для него не было возможности обратиться к Творцу. Но из того, что здесь было предопределено поведение фараона, не означает, что всё предопределено, а поведение фараона – да. Но мы помним, что на самом деле произошёл этот процесс ожесточения сердца фараона только после пятого удара, то есть на протяжении первого раунда фараон был свободен в своём выборе, Всевышний не ожесточал его сердце, фараон упорствовал сам, и всё его упорство и упрямство было результатом его собственной линии поведения, рефлекторной, когда его били, он тут же был готов согласиться, да-да, пожалуйста, где нужно подписаться, я тут же подпишусь, но как только побои прекращались, как только очередной удар прекращался, он тут же возвращался к своему упрямству. Типичное довольно поведение. Это так продолжалось первый раунд, первые пять ударов, и только после того, как, в общем-то, он уже себе тем поведением подписал себе приговор, в принципе, можно было бы его за все его прегрешения и за вот это вот невероятное упорство упрямства, можно было бы его уже наказать, можно было бы уже от него избавиться, но поскольку Всевышний запланировал-то серию уроков в 10 уроков, которые покажут и продемонстрируют его власть полно и всесторонне, поэтому он фараона ещё держал ещё пять ударов на поводке, и тем самым для того, чтобы не сорвалось весь план показа, поэтому он ожесточил его сердце, чтобы фараон попросту от нажима не сдался слишком быстро, не сдался раньше времени, чтобы дал возможность показать именно всё, но его судьба была решена до того и не тем, что он отказывался на протяжении пяти последних казней, а именно тем, что он отказывался по своему свободному выбору в результате первых пяти казней. Так Всевышний управляет миром, это тоже довольно типичная здесь линия поведения. Вот на этом мы закончим, а вернёмся к этим вопросам, вопросам нового начала, начала месяца, первые заповеди, которые были даны здесь еврейскому народу, и на самом деле это начало, новое начало Доры, вернёмся к этому уже в дальнейших уроках.